Всем привет-привет, с вами Флешка и это Женские Игры, и мы продолжаем геройствовать на просторах Тулары, ребятки. И что же, что же, мы в прошлой серии там разузнавали, что за культисты здесь разгуливают, как они Василисков приручили, что за гарпии там летают. И знаете, произошла какая-то обнова, во-первых, сейчас проводится фестиваль, какой-то там, какой-то фестиваль, собственно, фестивали в рифте это всегда дейлики, тематические подарки, и можно купить какую-то бижутерию хорошую на ваш класс, или же вот камни-вставочки хорошие можно купить, если у вас есть желание. То есть для максимальной выгоды с каждого фестиваля надо на протяжении всего фестиваля каждый день делать дейлики, тогда вы получите самую-самую вкусняшку. Вот, если у вас нет времени, то можно даже не втягиваться в этот процесс, или ради отчивок можно, тоже вариант. Вот, и еще в игре произошло обновление, смотрите, вот теперь такие значки достаточно яркие висят над всяческими неписями, которые интерактивные, там, трейдеры. Аукционисты, еще что-то, то есть их теперь здесь далека видно, я бы не сказала, что это плохо. Немножечко непривычно, но хорошо. Мне всегда достаточно было значка на карте, но это для таких, знаете, я трейдер, я здесь, и такая большая жирная стрелочка тыкает на трейдера. Ну что ж, давайте продолжим, поговорим с нашими заказчиками, так сказать, и спросим у них, что надо делать дальше. Вот этот гном мне не нравится, он торговался с врагами, и я прям не хочу выполнять его задание, но придется. Я уже не раз слышал историю о культистах золотой глотке, особенно навострившихся в тренировке зверей. Ммм, они решили покорить зверьё и им воевать, которые потом им прислуживают и защищают. Я думаю, что это слухи, в общем, дрессировщик должен быть где-то в оазисе, с ним нужно разобраться, флешка. Да, без проблем. И нам надо убить Харуна, мы его видели в прошлой серии. Мы когда спускались там с горки, мы прям прыгнули возле его пещеры. Раз пропавшие купцы здесь, то и пропавшая Проматерия, очевидно, тоже. Я видел, как культисты в оазисе перетаскивают какие-то ящики. Возможно, они собирают вещи для переноса на золотую вершину, где сосредоточены их основные силы. Должно быть, это и есть украденная Проматерия. Да, Кэп, скорее всего. А, это у нас для группы задания, так что его мы брать не будем. Василисков мы сейчас не трогаем. В первую очередь, ну, только тех, которые нам попадаются на пути, или на пути к всяческим вкусностям. А этот стоял на пути между мной и артефактом. Мне кажется, что все зверье уже в товаре знает, что стоять между мной и артефактом чревато последствиями. Да. Потому что ничто не может меня удержать на пути к артефакту. Серьезно. И здесь очень много лунок рыбацких, так что если у вас прокачан навык рыбалка, вы, во-первых, их будете видеть на карте. О, смотрите, здесь драконья пиньята. Ух, я сейчас, вот сейчас втянусь в этот фестиваль, а потом и за уши меня не оттянет. Поэтому я и не заходила, не пробовала. О, смотрите, это что? Это какой-то ротохват. Он какой-то другой. Это мне кажется. Ммм... Очень интересно. Не зря. Не зря мое чутье на него указало. Вот так вот, ребятки. Интересно, что за пиньята, и можно ли ее бить, если я не брала никакие задания с фестиваля. Но сначала убьем дрессировщика, чтобы у нас не плодились... А нет, вот еще один такой же ротохват. Это, наверное, такой вид, который на суше здесь водится. Но почему-то с того мне сильно повезло, и упала синяя вещь. Что случается крайне редко, ребят. Жирный стейк. Мы выбили с него жирный стейк. И это хорошо. Это очень и очень хорошо. Здесь еще один ротохват, но мы его обойдем сторонкой. Там артефакт, а здесь, собственно, этот красавец. И сейчас мы его наваляем. Он 49 уровня. Смотрите-ка на 3 уровня выше нас. Это не очень приятно. Точнее сказать, очень неприятно. Ой, а что сзади? Ой, еще один ротохват на меня. Давай, давай, умирай. Так, теперь с ротохватами разобраться. Ой, как больно. Давай, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, малышка. Давай. Бери его в таргет. Практически съели меня. Живи. Ты можешь. Вот ему уже не жить. А ты выживешь, красавица. И здесь нас ждет награда в виде артефактов. В первую очередь. А потом уже награда за задание, которое мы заберем. Хух. Это было напряженно. Да. Ну, а это того стоило. Мы выполнили задание раз. Мы собрали два артефакта два. И мы подняли чуточку опыта. Ну, то, что он был 49-го, а я 46-го. И как бы задание мне по уровню. Странно. Пошли посмотрим, что за пиньята. И тогда будем отбирать у наших вот этих культистов ящики с добром. Но сначала пиньята. Сейчас мы ее найдем. Расчистим к ней путь. Вообще задание с ящиками можно было дать. Хотя они тогда еще не знали, что это похищенные купцы. Поэтому не могли мне его обожидать. Где пиньята? Вот. Пиньята Акилиоса. Интересно. Интересно. Пиньята Акилиоса. Где-то, где-то, где-то. Вот. Вам интересно, что с нее вывалится? Ну, собственно, пиньята это такая штуковина, которую дети бьют палками, оттуда высыпаются конфеты или еще что-то. Все. Я получила 4 бусинка и 24 бусинки. 28 бусинок. Ой, у меня на основном персонажи уже были такие бусинки. Еще раз повторюсь, если я не рассказывала, я, скорее всего, рассказывала про вот эти ежегодные ивенты, там, пасхальные, хэллоуинские, новогодние. Они каждый год повторяются. От года к году они немножечко различаются, там, в плане наград, в плане ежедневных заданий. Но все же валюта, которую вы зарабатываете, она из года в год одинаковая, на одинаковых ивентах. Поэтому, если вы в этом году не подкопили на то, что хотели, то в следующем году вы сможете это купить. Ну, это как-то звучит не очень утешительно, но все же, все же не спешите удалять эту валюту. Я, правда, даже не знаю, можно ли ее как-то удалить. Вот. Потому что в следующем году вы сможете ее воспользоваться. Наконец-то вижу ящик. И надо к нему пробраться. Как-то на берегу больше этих ящиков. Пытаемся втихаря. Ой, а там какое-то подземелье. Ребятушки. Опа, 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 опа. Ящички. И какой-то... И какой-то элитник. Нам сюда точно надо. Ой, а они страшные? Ну, в смысле, они 48 уровня? Интересненько-интересненько. Давайте спустимся еще ниже. Здесь, собственно, 4 ящика и 2 монстра. Монстра, 2 культиста. Новобранец. С новобранцем мы легко справимся. Хотя он и маг. Он что-то у нас такое запустил. Он нас отравил. Походу, он наносит урона силой смерти. Хорошо, мы подождем, пока эта штука с нас спадет. Все, она спала. И теперь попытаемся убить этого красавца. Я надеюсь, что у нас получится. Воспользуемся нашими длинными заклинаниями. Не очень сильно помогают. Щит. Быстрик у нас среагировал на это все. И поехали еще. Посмотрим, может, Быстрик какой-то среагирует. У него уже половина здоровья. Но у него преимущество. Преимущество в уровне. И преимущество, мне кажется, что в уроне. Но я стараюсь. Я выживу. Я сильная. Да. Да. И мы получили предмет, который нам дает задание. Как я и ожидала. Если вы находите какого-то вот элитника. И без вот этого значка алмазика. То значит, скорее всего, он вам даст задание. И это отлично. У нас осталось все четыре ящика. А вот на что я не обратила внимания. Смотрите-ка, смотрите-ка. Где спрятали? О, ящики уже рисуются. Или я этот пропустила? Возможно, я его пропустила. Отлично, отлично. Я довольна. Нам осталось три ящика буквально. Да что ж такое-то? Он какой-то самый шустрый, походу, в этой пещере. Главное, чтобы элитник не заспавнился опять. Сейчас отойду, он опять появится, нет? Этот появился. Ах, не могу отсюда выйти. Остался последний ящик. Кто засветится? Я поднимаюсь, все. Я ухожу. Уже можете зараспавниться. Да, спасибо. Отлично, отлично. Мне это нравится. Мне это нравится. Еще бы артефакты так здесь распавнились. Было бы вообще хорошо. И давайте возьмем предмет и почитаем. Почему я постоянно на Айжму? Почитаем. Это у нас Зеви Дурдана с берега удачи назначила вознаграждение за голову Оуэна Крупера, виновного в убийстве члена торгового союза, а также в пропаганде золотой глотки в городе берега удачи. Отлично нам за это отсыплят денежки, репутации и опыта. Это всегда хорошо. Теперь уже со спокойной душой можно отсюда выбираться. И смотрите, задание оранжевенькое. То есть оно нам совершенно не по уровню. Но мы его сделали. Ну, молодцы. Я очень рада. Да, давай, умирай. Ой, еще один. Ой. Ай, че сбежались-то? Че сбежались? Вас никто не приглашал. Разошлись быстренько. На бедную девушку тут набросились. Совсем страх потеряли. Отлично. Ой. Что-то выбили. Смотрите. Ой, какие-то новые предметы. Сейчас почитаем, когда дойдем до этих. Его можно открыть, этот предмет. И в нем хранятся высокого уровня какие-то вещички. Вот. Но чтобы его открыть, нужен планарный стабилизатор. Я его сюда отложу. И, возможно, передам на своего основного персонажа. Потому что там что-то высокоуровневое попадается. Ваши ботинки покрыты кровью и внутренностями фасилиска. Думаю, не ошибусь, если предположу, что с работой вы справились. И она была не самой приятной. Отличная смерть для мерзавца вроде него. Но надеюсь только, что вы не слишком быстро его убили. Как могла. Растягиваю удовольствие. Бейте, когда сочтать. Услышьте меня. Вот оно. Ой, как я представлю, какое будет у Касима вооружение лица, когда мы вернемся на берег удачи с товарами, которые он ищет уже несколько недель. Только вот хранитель ведь расскажет, как все было, правда. Не хочу, чтобы Касим подумал, будто это мы с Элишем все украли. Мы не воры. Мы честные контрабандисты. Отлично. Расскажу в городе, что вы нормальные, чтобы все было хорошо. Возьмем вот эти, чтобы я точно не спутала их ни с чем. Вы когда-нибудь слышали ли о Халитии? Это племя кочевников, обитавших в мерцающих песках со времен Этхийской империи. Раньше они жили на площадке Солнцепека. Но кто знает, что с ними случилось с приходом Золотой Глотки. Уверен, что они все еще там. Но буду благодарен за любую информацию. Поговорить с Рагебом. Хорошо. В пристанище Халити. Давайте посмотрим, где оно находится. Оно находится вот здесь. Кстати, здесь еще одна пиньята. На карте отображается. Можем сбегать еще в город и отчитаться за голову. Давайте так и сделаем. Так, вы женщина, с кем имел несчастье связаться Оуэн? Туда ему и дорога. Я сообщу Винстину, что вы отомстили за торговый союз. Ну и, конечно, семье жертвы тоже. Завершить задание. И знаете, ребятки, я вот посмотрела. Вот это Халити задание. Оно 49 уровня. И это слишком круто для нас, честно говоря. И есть предложение отправиться в локацию. Сейчас вам скажу, в какую. Вот это тоже 43,50. Вот в эту 45,50. Чтобы немножечко подтянуть свой уровень. У нас есть задание как и здесь, так и вот возле входа. Это у нас тихие топи. Можно даже включить задание из тихих топи. Вот, собственно. И отправиться туда и отчитаться вот за эти задания. А Халити можно отключить временно. Когда мы доберемся хотя бы до 48 уровня, можно будет вернуться к этим заданиям. Сейчас я займусь путешествием. Вот мы уже приближаемся к тихим топам. Я решила зайти с этой стороны. Вход с этой стороны я знаю. И, собственно, из... Господи, из соснового хребта. Но ни разу не начинала эту локацию именно с этой стороны. Так что пробежалась через Шрам Олесье. И когда вы будете... Вот здесь будет развилка из двух мостов. Один пойдет сюда, где вы выполнили задание. А другой мост пойдет налево. На чисто пустую площадку. И тогда еще один мостик. И по горам, по горам поднимаемся вверх. И сейчас посмотрим, кто нас здесь ждет. И чего они от нас хотят. Музыка просто великолепная. Виды прекрасные. Это восхитительно, ребят. Это восхитительно. И плюс по дороге я еще нашла несколько артефактов. Потому что, видимо, этим путем редко кто-то пользуется. И, конечно же, за новые локации, в которых вы впервые получаете опыт. Немножечко осмотримся. Осмотримся, что здесь происходит. Что здесь да как. Очень красиво. Солнышко то ли встает, то ли садится. Вид просто прекрасный. О, и здесь есть портал. Отлично. Мы активировали портал. Полезные мелочи. Все, что надо. Портал, торговец. И, собственно, люди, которые нас ждут с нетерпением. Вы пришли помочь? Так вы прибыли сюда аж из самих сухих земель? Что ж, тогда нам и впрямь повезло. Наш орден всегда готов протянуть руку дружбы врагам Вечного Двора. С удовольствием вам помогу. Рад встрече, хранитель. Орден Маташа рад всем, кто борется против Регулуса и его Вечного Двора. Другие подобные вам прибывшие побывали здесь раньше и нашли убежище на рыцарской заставе. Вам стоит поговорить с Кларком, с темпом, чтобы он просветил вас по поводу нашей миссии. Хорошо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Где же Кларк находится? Кларк находится вот здесь. То есть мне все равно придется вот этот путь проделать. Как будто мы начинаем со стороны соснового хребта. Что здесь? А, здесь ордынцы расположились. Ордынцы, что я говорю? Сейчас меня тапками забросает. Идите. Дефианты у нас здесь отдыхают. А мы пробежимся вот здесь поверху. Соберем, конечно же... А, че-че, она такого низкого уровня. Наверное, ближе к середине локации что-то будет повкуснее. И у нас здесь... У нас здесь разломы смерти. Обойдем их. Мне сейчас не хочется с ними драться. Мы просто их обойдем. Пускай себе стоят. Надеюсь, только они на меня не садрятся. Мне сейчас это совершенно ни к чему. У нас есть задание. Нам надо было поговорить с Кларком. Еще один кусочек руты, но тоже низкого уровня. Пускай лежит. Может, кому-то для прокачки понадобится. Еще один великан. О, и здесь есть очень прикольная ачивка. Надеюсь, мы сейчас дойдем до оборотней. И есть достижения на убийство тысячи оборотней. Да, ребятки, тысячи оборотней. Прекраснейшее достижение. Нам вот сюда. Но я еще и с местными жителями вот в этой деревушке тоже хотела бы говорить. Я вижу, им есть что мне сказать. Давайте также осмотримся здесь по закоулкам. Первое правило искателя артефактов. Смотри там, где не видно с первого взгляда. Можно было бы даже туда вот наверх забраться. И посмотреть, что же здесь творится. А здесь лежит кусочек руды. Симпатичненько, симпатичненько. И кто здесь хочет со мной поговорить? Верик. То есть у меня теперь два задания, чтобы договориться с одним и тем же человеком. У нас здесь есть редкие планарные товары. Смотрите, мне предлагают купить перчатки 42 уровня и тапочки тоже 42 уровня. Смотрите, они достаточно хороши. Хватит ли мне всех вот этих штук? Нет, мне на что-то одно хватит. Защита плюс 48. Наверное, вот поменяю. Как ни странно. Поменяю перчатки. А, у меня нету 2000. У меня тут только 1200. Хорошо, но тапочки тоже хорошо. Давайте. Вот так вот. О, какие симпатичные кожаные тапочки. Надо будет подкопить планарита. А я тут заставы так пропускала. Ох, ох, ох. Ох уж эти. Ох уж эти беды. Хранителей. Это что у нас? Это у нас точка воскрешения. Отлично. Есть ли у нас здесь портал? Скорее всего, нету. У нас здесь торговец. Это кто? Хранитель-инквизитор. И, собственно, Кларк. Рад вас видеть, флешка. Я полагаю, вам, вознесенному доводилось бывать в тихих топах до того, как Эдроксис возвал к Регулусу и барьер ослабел. Надеюсь, на этот раз все сложится более удачно. Хорошо. Рад вас видеть, здесь флешка. Лишний вознесенный только увеличивает наши шансы на выживание. К счастью, нам тоже помогает Орден Маташа. Это маташицы, отрекшиеся от принца Эдроксиса и сражавшиеся за освобождение своей страны от Альсбет и Вечного Двора. Хорошо. Все, кто на нашей стороне, я им всем рада. После окончания Маташийской войны Вечный Двор воцарил в тихих топах. Из года в год они занимались закручиванием гаек населению, но теперь они наращивают чисельность армии и постоянно перемещают войска. Посмотрите в подзорную трубу и скажите, что вы об этом думаете. Хорошо, сейчас посмотрим. Здесь какое-то растение или же руда. Оно снизу. Что это у нас? Это у нас золотая жила. Но пускай будет, золото встречается достаточно редко. И где же находится труба? Где-то вот там. И теперь нам предстоит побить немножечко нежить. Ах, люблю я нежить. Она так хорошо горит. Правда, не очень хорошо пахнет, когда горит, но все же. Где труба, где труба? Вот труба, и здесь еще титановая жила. Смотрите, сколько нежити там. Атас просто. Давай, труба. Вашему взору открываются руины в тихих топях, и вы видите землю, искаженную магией смерти. Далеко впереди вы видите око Регулуса, где Эдроксис сошелся со своим братом Зарефом. В битве и где появились первые разломы. Зданий в этом адском месте не осталось, но оно отнюдь не пусто. По окружности кратера разбила лагерь Армия Вечного Двора, позволяя опускаться вниз лишь избранным магам. Цели их, впрочем, до сих пор остаются неизвестны. Но мы это скоро выясним. Отлично, мы выполнили задание. Давайте расчистим себе путь назад. Потому что уже есть желающие немножечко покусать наши пяточки. Отбиваемся со всех сил, ребятки. И пойдем отчитаемся. Там еще... А, там разлом земляной. Можно будет его закрыть даже. Если у нас получится. Итак... Без сомнения, в Оке Реглуса наблюдается активность Вечного Двора. Скорее всего, они вытягивают магию смерти. Но все же лучше отправиться туда и убедиться своими глазами. Впрочем, в данный момент лучшим решением будет ослабить их. Освобождая города, такие как Бурлинген. Хорошо. И у нас есть задание. В тихих топе есть те, кто заслуживает нашей жалости, флешка. Маташанцы, кто... Те маташанцы, которые бродят по улицам Бюрлингема, как живые мертвецы, должны быть освобождены от их проклятия. Наградить их силой Вознесенного, что ли. И чтобы они нашли свой покой. Значит, нам надо использовать... А, милость Демиурков на трупах призрачных и гниющих маташанцев. Отлично. И что еще вы предлагаете мне сделать? Альсберт, как все последователи Регулса от Рекса, от богов, он уничтожает или оскверняет священные реликвии, даже такие как Лики Тонтика. Их нужно вернуть и восстановить в прежние славы. Прочешите Бурлингем и принесите священные идолы. Хорошо. И что еще? Вечный двор успел серьезно укрепиться в Бурлингеме, но все равно мы должны их оттуда выбить. Во что бы то ни стало, вся их армия держится на маташийских победителях, ополченных, ополченцах и нечестных знаках. Нечестивых знаках. Выбейте у них из-под ног эту подпорку, и все остальное развалится само. Непонятно, конечно, что ты хочешь, чтобы я сделала, но мы это сделаем. Он просит, чтобы мы убили победителей и уничтожили нечестивые знаки. Вы пришли помочь? Силы Регуслуса пришли в движение, но во что это выльется? Наши разведчики еще не вернулись, а время уходит. Вот, возьмите эти оковы демиургов и захватите одного из маташийских ополченцев, а мы найдем способ выбить из него ответы. И где мне искать этого ополченца? Давайте посмотрим. Вот где-то там, где-то подальше. Давайте сначала приведем ополченца. Ох, только не могу пройти мимо руды. Итак, нам нужен один ополченец. Я тихонечко проберусь в город поближе и надеюсь, я его захвачу, потому что здесь мертвецы. Ты кто? Вот, ты мне нужен. Мне надо, чтобы у него было 40% здоровья, но я его не вижу. У него есть скелет подопечный. А, нет, 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 пожалуйста. Его так убьешь. Вот так, а теперь бей его, просто бей. И мы тогда бьем до 40%. Вот, все. Он теперь мой. И он пойдет со мной. Отлично. А еще и прихвачу с собой артефакт. Побежали, побежали быстренько, потому что мне кажется, что у этого заклинания есть временные рамки. 8, 7, 7 секунд, 7, 5. Мне кажется, он сейчас отвяжется. Спало заклинание? Нет, это было не оно. Хорошо. Давайте его отведем сюда, пока пускай они его допросят. Я привела его. А, не сюда привезти, а к главному. Хорошо, давайте к главному. Иди сюда. О, задание выполнилось. Мы привели его к главному. Хорошо. Надеюсь, они его с пристрастием допросят. Прислужники вечного двора не являются истинными маташистскими воинами. Они продали свою честь за обещание вечной жизни. Такие негодяи заслуживают расплаты, которую мы над ними свершим. Я надеюсь, он будет страдать. Замечательно. Замечательно. И думаю, что на этом, ребятки, надо закончить. Мы с вами перебрались из сухих земель в Тихие Топи. Стилмур. Отличное название. Мне, кстати, Стилмур нравится больше, чем Тихие Топи. Ну что ж, увидимся с вами в следующих сериях. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока. Продолжение следует...